Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр Шадов. Я поэт, писатель, философ, стример, великий колдун, маг, специалист по восточной философии, в том числе разбираюсь в различных восточных практиках, хотя в практиках хуже, чем в теориях, конечно. И мне заказали вот эту вот прекрасную книгу, которая была написана господами магами из Гойгай. Заранее скажу, что подробно я разобрал только половину книги, по той причине, что, во-первых, половина и была оплачена. К сожалению, символов там оказалось больше, чем планировалось, да, то есть символов в ней было всего... ну, в общем, всего символов в данной книге 118 тысяч. Оплачено было около 50 тысяч, короче. То есть очень подробно разобрали половину, но пролистал и прочитал я всю книгу до конца. Да. Вторая половина книги состоит из диалогов между Дучом и Мамтюком, поэтому она не представляет собой какой-то особого интереса. Это то же самое, что и стримы Гойгай практически. Вот. А первая половина книги, она как раз претендует на некую содержательность, поэтому мы все это сейчас основательно рассмотрим, и прежде всего половину книги. Для начала давайте обратим внимание на то, что эту книгу, в принципе, трудно назвать книгой, потому что... ну, объем среднестатистической книги где-то измеряется 320 тысячами символов там, ну, то есть 8 авторских листов и больше, где-то вот так вот идет. А у авторов этих символов в три раза меньше, соответственно, это больше похоже на буклетик. Отмечу, что на протяжении чтения я красным выделял спорные или, очевидно, ложные моменты, а серым участки, которые являются бессодержателями, очевидно, лишними в тексте. Например, таковыми я считаю неуместные примеры, которые можно было вообще не зачитывать. Ну, я их зачитал, конечно, для себя, но зачитывать их в процессе я не буду, они просто бессмысленными. В зеленом я выделяю более-менее полезные, удачные, внятные вещи, которые в целом заслуживают поощрения, то есть там будут еще и зеленые моменты, то есть в книге есть хорошие, 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 короче, штуки есть. Есть нейтральные штуки, я их вообще не выделял. Есть скучные, бесполезные, ненужные штуки, а есть прям ошибки. Ошибки красным. И ошибки мы будем комментировать, соответственно. Ну, сейчас давайте можем посмотреть, что на самом деле всяких ошибок здесь много. Серого много, ошибок много. То есть заранее, вот уже, видите, зеленое есть что-то. Серого тоже очень много, не много, много. Зеленое, вот явь есть, хорошее определение. Явь на F-Prive определили нормально, скорее всего, ребята это не сами сочиняли, да. Красного много, серого все еще очень много, да. Ближе к концу, кстати, у меня сбились сохранения, поэтому все серые штуки они удалили. Здесь много тоже серого должно быть, если что. Много серого. Хорошее определение, которое я выписывал, и красное я все равно выделил после того, как даже удалилось переоформление. То есть это не потому, что текст стал лучше, а потому что мое оформление, к сожалению, сбилось ближе к концу. Это еще как бы полчаса работы пришлось бы потратить для того, чтобы еще раз серым выделить все серые, реально серые моменты. А их много. Их много, в общем. Давайте начнем в таком случае по порядку и с самого начала. Вот. Теория магизма-колдунизма. Основные магизм-колдунистические понятия. Не будем обращать внимание на то, что слово магизм-колдунизм звучит кринжово, но окей. Нас в данном случае интересует данный абзац. Любое слово это отсылка к опыту. Человек переживает некий опыт, который откладывается в определенное место памяти, и к нему закрепляется отсылка в виде слова. Когда человек слышит это слово, он сразу понимает, о чем идет речь. Если у человека нет необходимого опыта, то слово для него будет совершенно непонятно. У меня есть предположение, довольно вот, довольно такое опасное, сомнительное, что язык на самом деле работает не так. Авторы предложили нам какую-то материалистическую, сенсалистическую концепцию языка, который довольно-таки просто подвергнуть критике. Не всякое слово обозначает какой-нибудь опыт, ну или предмет, ну то есть не каждое слово соотносит нас с опытом. Есть такие абстрактные понятия, как, например, общество, которые не могут быть выражены напрямую. За ними лежит некая идея, а идея не есть суть, опыт. Авторы, конечно, могут сказать, что идея есть опыт, да, но в таком случае они понимают опыт не так, как люди, которые обычно используют слово опыт, ну в философском, в научном ключе и так далее, так далее, так далее. Идея и опыт это разные штуки, ну с этим приходится все-таки смириться, да. А высказывания очень часто базируются на идеях. Либо следуют из идеи, либо уже есть части идеи изначально, либо сами есть идеи. Да, если опытом, собственно, является все, и идея, и опыт в обычном понимании, то слово опыт просто становится тривиальным и его становится бессмысленно использовать. Оно нам ничего не проясняет. Вот, а если же авторы все-таки базируются на материалистической, сенсуалистической концепции языка, скорее всего, у них какие-то большие проблемы с магией, с колдовством, с феноменологией, там, да, и с прочими вещами, которые со всем этим тесно связаны. С йогой большие проблемы здесь тоже, соответственно. Тут как бы оба стула не очень хороши, соответственно, вот это вот высказывание, которое приведено в данной книжке, оно является скорее бессмысленным, ложным, чем истинным. Вторая ошибка заключается в том, что опыт не цепляется к какому-то конкретному слову. Один и тот же опыт может обозначаться несколькими словами, а разные опыты могут быть сведены в одно. Язык вообще довольно спонтанно объединяется с содержанием. Это вопрос уже философии языка. То, что предлагают господа маги, наиболее поверхностная материалистическая концепция, с этим даже особо дело иметь не приходится. Дальше идет высказывание. Сознание устроено таким образом, что непонятного оно не любит. Но, как ни странно, сами гойгэвцы являются опровержением данного утверждения. У них есть публика, которая слушает их речи, которые по большей части непонятны, так как никто и не пытался сделать их понятными. Вообще, магия как таковая и люди, которые к магическим сообществам принадлежат, довольно часто признают, что они как раз любят тайну. Они к тайне хорошо относятся. Они любят непонятное, непознаваемое, сложное. Да даже сам Дуча Маптюка, но они ниже будут уже признаваться, что во всем, чем они занимаются, есть некоторые непонятки, непонятные вещи. Ну, например, ребята говорят о наблюдателе, но они не понимают, кто это такой и не понимают, как выразить его словами. То есть, они не понимают, как с этим наблюдателем взаимодействовать. Ну, получается, сознание не устроено таким образом, что непонятного оно не любит. Но, видите, люди стремятся к наблюдателю. Многие, многие. Этот наблюдатель им непонятен при этом. Противоречие получается. Не работает данное высказывание, опять же. А с этого начинается книга, и это как бы... Это единственный вообще аргументативный момент, который здесь имеет место. Потом дальше просто учебник пойдет, если что. Учебник с примерами. Да, это как бы попытка защиты такой предварительной. Гойгая пытается защитить себя от критики. И поэтому говорит, что люди могут не понять их слова, не понять их опыт. Мол, вот у этого человека нет нашего опыта, поэтому он не прав, поэтому он с нами и не согласен. Но проблема заключается в том, что ребята изначально предлагают очень сомнительную концепцию языка, с одной стороны. А с другой стороны, очень сомнительную концепцию сознания. Вот. Причем вот эта вот концепция сознания, она как-то противоречит любви людей к магам. Листаем книжку дальше. Здесь сирота, сирота, сирота. Кстати, я просто замечу, что в книге часто будут приводиться частные примеры, которые якобы доказывают выдвинутые положения. Ну вот, например, да. Если какого-то куска у сознания нет, оно достроит его из соседних блоков. Это примерно как слепое пятно в глазу. Посмотрите, опыты со слепым пятном, бла-бла-бла. Мозг что-то достраивает. Здесь очень непрозрачная, странная аналогия, которая тоже не работает в данном контексте. Он просто мог бы привести примеры, когда наше сознание не любит непонятки и тайны. Но вместо этого он приводит мозг. Мозг и сознание разные термины. При том, что вот тот раздел, который отвечает за достраивание информации со слепым пятном, он отличен от того раздела мозга, который отвечает за сознание. То есть это буквально разные штуки в мозге. У них разная дислокация, если что. Поэтому данный пример это просто трата нашего времени, который не соотносится с первым тезисом. Это ни в коем случае никакое не доказательство. Это не пример, показывающий данный тезис. И даже если бы данный пример был одним из показывающих данный тезис, он бы его не доказывал. А вот пример опровергающий, например, как с магией я вот привел выше. Это как раз рабочий пример. То есть для того, чтобы подтвердить утверждение индуктивно, необходимо постоянно его подтверждать примерами. И ни в коем случае не допускать ошибки. А для того, чтобы опровергнуть утверждение, достаточно привести хотя бы один пример, в котором это утверждение является ложным. Все. Ну, я его привел с магией. Я думаю, еще можно десятки примеров привести, но это не имеет никакого смысла. Кстати, так работает критерий фальсифицированности Поппера. А что бы и нет, как бы, да? Критерии не очень хорошие, не очень точные, но в данном случае, по-моему, он отрабатывает на 10 из 10. Ой. Карма. Карма. Я же люблю, я же люблю темы с кармой, если что. Карма, это вообще, вообще мой хлеб. Я вообще обожаю карму. Так вот, что пишут ребята? На самом деле, карма, это всего-навсего закон причин и следствий. То есть, если вы обжираетесь на ночь и пьете кофе, то, скорее всего, вы будете жирным и больным ублюдком. А если вы занимаетесь физкультурой и правильно кушаете, хорошо спите и не ходите на работу, то вы будете здоровым и счастливым человеком. Именно это и есть карма. Во-первых, какая ошибка здесь первая? Ребята очень любят строить все на частных примерах. Скорее всего, не исключено, что карма включает в себя и, ну, процессы ожирения. Только проблема в том, что сам процесс ожирения никак не объясняет другие свойства кармы, которые, собственно, отличают ее от обычных причинно-следственных связей. Карма – это именно мистический закон, который связывает все мироздание и отвечает за перерождение, в рамках которых и осуществляется наказание или поощрение провинившихся. То есть, только неразбирающийся человек или, ну, человек не очень умный, нежелающий нормально выражать свои мысли, неправильно понимающий понятие кармы, будет говорить, что это всего-навсего закон причин и следствия. Это одна из разновидностей закона причины и следствий, который выходит за пределы наблюдаемого опыта, соответственно. Ну, то есть, примеры с обожрался-потолстел, они слишком косвенно относятся к карме, потому что, в принципе, у нас есть другие альтернативы законов причин и следствий, которые описывают то же самое. И даже более того, и даже более того, вот это вот обожрался-потолстел будет хорошим примером именно для других систем, в которых причины и следствия работают. Авторы, опять же, коснулись кармы, ничего не объяснили и поехали дальше. Карма – это просто закон причины и следствий. Да, охуеть. Гениально, это просто гениально, честно. Ну, гениально, супер, 10 из 10, как обычно. Именно это и есть карма, ребят. Именно вот нажрался-потолстел, физкультурой занимаешься, подкачался, стал сильнее. Молодец, тупо. Тупо закон причины и следствий. Не-не-не-не-не, конечно, безусловно, закон причины, да, класс. Гениально, гениально. Ну, что, следуем дальше. Оккультизм просто означает сокрытое. Просто означает сокрытое. В соответствии с этим определением. Если в кустах скрыто говно, а оккультизм означает сокрытое, значит говно в кустах – это тоже оккультизм. Чтобы вы понимали, насколько ребята точно и четко дают определение, да. Деревня, скрытая в листве, она что же скрыта? Значит, деревня, скрытая в листве – это оккультизм, потому что она скрыта. Неожиданно, да. Это не просто игра со словами. Просто ребята не умеют давать определение. И лучше бы они даже не пытались этого делать. Как ни странно. Как ни смешно. Понимаете, плохо данное определение, оно позволяет нам, ну, вот так вот обыгрывать ситуацию. Просто означает сокрытое. А что сокрытое? Может сокрытое знание, может сокрытую информацию, может сокрытые практики какие-нибудь. Давайте в терминах разбираться. Является ли наука оккультизмом? Ведь в науке есть скрытые вещи. А ведь дальше идет пример про квадратные уравнения. Ведь все-таки в науке есть более скрытые вещи. Например, военные технологии разные. Это оккультизм или не оккультизм? Получается оккультизм. Только вот люди, которые военными технологиями занимаются, не согласятся, что это оккультизм. Определение оккультизма дано максимально кринжово, максимально странно. Ну и такой неточный подход к определениям. Буквально наивный, детский, пустой и бессмысленный. Он будет преследовать нас на протяжении всего творчества магов. Здесь и это крайне печально, если что. Ну то есть, ну вот реально оккультизм, буквально можно, ну это говно как бы. Да, говно скрыто в кустах. Все как бы оккультизм, говно. Офигенно, супер. Говно в кустах, это тоже разновидность оккультизма получается. Военная техника, да, разработка военных технологий, оккультизм. Неожиданно. Неожиданно, да, неожиданно. И много-много-много всего еще. Все, что скрыто, все, что скрывается намеренно или не намеренно от нас, все оказывается оккультизмом. Это не имеет смысла, это просто не имеет смысла, если что. Это даже не придирка, это плохое определение. Дальше идет, смотрите, определение оккультной науки и антинаучной ереси в определении колдовства, которое я выделил, кстати, зеленым. Противоречие. Ну, колдовство и оккультизм, скорее всего, соотносятся, раз уж эти определения идут рядом друг с другом. Ну, очевидно, да, что оккультизм это не просто скрытое. Это какая-то скрытая информация, это нечто, некий набор скрытых знаний и практик, которые так или иначе соотносятся с колдовством и магией. Видите, я уже более точное определение дал, пытаясь это сейчас осмыслить просто на ходу. Если бы я над этим еще подумал, я бы, наверное, сделал еще более точное определение. Да, удалил бы все возможные, все возможные ненужные, как бы, звенья и сопоставил это слово. Еще дал бы кому-нибудь покритиковать, чтобы люди сказали, а вот есть что-то, что этому определению не соответствует. Ну, например, является оккультным. Или, например, есть ли что-то, что этому определению соответствует, но вот оккультным, по нашему мнению, не является. Давайте тогда, да, поправлять определение. Это более серьезный подход с определением, подразумевающий еще и правку, соответственно. А тут у нас, смотрите, вот уже на поверхности. Оккультизм просто означает сокрытые, оккультные науки, это скрытые науки, оккультные науки, науки и тут же антинаучные ереси. Дальше в колдовстве, да? То есть колдовство это, проще говоря, это, ну, практики, связанные с антинаучной ересью. Ну, противоречие заключается, да, в том, что оккультизм это наука, а колдовство антинаучная ересь. При том, что они, очевидно, имеют друг с другом одно и то же, да, ну... Вот так вот, вот так вот. Кстати, замечу, что определение колдовства, вот оно написано, это когда некто с помощью ритуалов, психических воздействий, врожденных сверхспособностей, переданных с седьмого поколения лишнее, наверное, ну, то есть, опять же, это лишнее уточнение, может быть, с шестого поколения, может быть, там, с двадцатого, с тридцатого, с сорокового, неважно, да? Неважно, переданных с какого поколения сверхспособностей, это неважная часть. Может, с помощью, проще говоря, некой антинаучной еречи и мумба-юмба совершить проявленные или, как правило, полезные людям вещи. Тут в этом определении есть проблемы, безусловно, есть проблемы, опять же, с терминологией, вот лишние какие-то вот вещи появляются, типа, переданных с седьмого поколения, ну, или полезные людям вещи. Ну, тут, как бы, пояснение, как правило, более-менее спасает, как правило, полезные людям вещи, но и не только, да, скажем так, здесь можно вывести. Вот седьмого поколения лишнее, но определение, оно дает нам некоторые представления о том, что собой представляет колдовство. Нормально. Если бы все определения были бы такими, ну, тогда бы основная проблема заключалась в том, что авторам надо было бы более тонко работать с определениями, да. Все, более тонко. Не то, чтобы оккультизм, это просто означает сокрытое, вот здесь вообще не поработали. С определением здесь взяли и забили. Здесь просто, ну, блядь, а че такое оккультизм? А, это просто сокрытое, да, блядь, просто сокрытое. А че, че скажешь, дружим, аптек, а? Ну, я думаю, это, да, имеет смысл очень крутое определение, очень классное определение. А че ты думаешь, дочь? Да, я тоже думаю, классное определение. Классное, ну, вы понимаете, да, вот как вот это определение было рождено, я вот себе даже не представлю, это просто сокрытое, как бы. С магией это тоже колдовство, но цели магии лежат в нечеловеческого мира, пока непонятно, но дальше будет прояснено. Дальше будет прояснено, поэтому двигаемся дальше. Опять же, много серого, много никакого, шамбала там представляется затруднителем, ну, то есть, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, люди любят все разделять, противопоставлять, классифицировать, товарищи буддисты, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но что-то в этом есть. Кстати, замечу, что аргументация уровня, но что-то в этом есть, и подобные наивности встречаются в книге довольно часто. А потому не будем обращать на них внимания в дальнейшем, но это просто, это такой штришок плохой, вот то, что авторы не шарят. Ну, но тот не шарит, не умеют писать тексты, так скажем. Не умеют писать профессиональные тексты, если речь идет про образовательный текст, а это вроде бы образовательный текст по форме. Мистические тоже не умеют, ну, блин, высказывания в духе, ну, что-то в этом есть. Это скорее кринж, это скорее плохо. Так, некоторые из них любят разделять человека, да, любят. Любят, тоже неуместное слово в данном случае, опять же, показывает авторскую бедность, к сожалению. Вот интересный момент. У египтян, по-моему, штук семь насчитывается, да. Так, чего там, разных физических, ну, не физических, разных, в общем, проявлений, получается, разных тел. Тело номер один, тело номер два. У египтян действительно их много, но... Товарищ дочь, товарищ дочь, не знаешь, что было у египтян, или не можешь подтвердить свои высказывания письменными источниками, не упоминай египтян. Все просто. Если не можешь подтвердить икс с помощью некого текста, то просто не используй это в качестве примера. По-моему, это, ну, вот это вот высказывание, по-моему, это детский сад, как бы. То есть, это не то, что следует писать в книге. В книжке ты можешь взять, залезть в гугл, так, чик-чик-чик-чик-чик-чик, сколько у египтян было там вот этих вот тел, да, которые они высчитывали, та-та-та-та-та-та. И вот на Википедию хотя бы, на крайний случай на Википедию сослаться. Википедия не самый лучший источник и не самый подробный источник, но даже на нее можно сослаться, потому что в каждой статье по Википедии есть некие источники, ну, к которым она прицепляется нередко. И там уже, ну, можно проверять, кто прав, кто виноват. А вот здесь, ну, по-моему, египтяных штук там 7 насчитывается, а может и 8, а может и 12, как бы. Угу. Зачем вообще это предложение написано? Ну, чтобы показать некомпетентность автора, чтобы показать, что ему ради написания этого текста было лень заглянуть даже в гугл, Ну, речь не идет о нормальных исторических книгах, когда мы берем нормальную книжку и читаем. Вот у египтян мы вот это вот нашли, вот в этих источниках, вот тут так-то, так-то, так-то. Вот эти египтяне считали, что у нас там 7 тел, вот эти считали, что 8, вот эти, что 13, вот эти, что 14. Вот в этом городе вот так считали, вот в этом вот так. И вот, ну, берем историческую книгу и разбираем, да, по источникам, что там где находится. Ну, это вообще серьезный подход. Ну, по-моему, штук 7 насчитывается. Зачем? Ну, зачем позориться? Ой, ой-ой-ой-ой, дальше-дальше, теми же энергетическими потоками ЦИ. Речь идет, кстати, про физическое тело, если что, напомню. Ну, ЦИ, как энергетический поток, я не знаю, насколько он относится к физическому телу, это раз. Во-вторых, это употребление неуместной терминологии, и теперь это ЦИ, до этого была карма, теперь это ЦИ. Вообще следует заметить, что мы имеем отношение с современным и довольно поверхностным нью-эйджем, который просто перемешивает разные термины, не особо разбираясь в их значении. Нам просто как бы плевать, ну типа ЦИ, модное слово, оно такое классное, еще карма, карма, это просто как бы причинно-следственные связи, оно круто звучит, да. Зачем нам говорить причинно-следственные связи, если мы можем сказать карма, ну карма же. Ну карма, блядь, ну карма. Не, мы не будем разбираться в том, что карма значит, мы не будем давать правильное определение. Карма, это когда ты много кушаешь и толстеешь, блядь. Ааа, гениально просто, ну. И вот так во всем, вот это типичный пример такого примитивного, поверхностного, бессмысленного нью-эйджа, к сожалению. Ну, кстати, вот, дальше листаем, пусто-пусто-пусто-пусто, а вот третья часть, ну, про психологию ничего интересного не написано, ну и хорошо, что даже не пытались ничего интересного написать, потому что Дуча и Баптюк могли бы это сделать. Да, еще несколько раз опозориться. Ну вот, третья часть, внутренний наблюдатель. Тот, кто смотрит через все это на окружающую действительность. Можно назвать его бессмертной душой, потому что именно эта часть, которая переходит из воплощения в воплощение. Вот, относительно внутреннего наблюдателя, тема интересная, я бы ее выделил, и написано в целом довольно терпимо. Ну, то есть, нормальный, короче, отсек, и он довольно содержательный в том плане, что это важная часть учения, это важная часть того, что нужно достичь, это буквально цель, внутренний наблюдатель, добраться до внутреннего наблюдателя и очистить все, как бы, между вот сейчас нашим современным состоянием, когда мы сейчас находимся, и вот внутренним наблюдателем, все это зачистить. Это известная вообще тема для всяких восточных философий, для всяких восточных систем практик и верований. Например, для Санхи, там слово наблюдатель как раз выражает словом Пуруша. Пуруша это такой своеобразный, своеобразная чистая личность, вообще не личность, даже просто нечто чистое, что является как раз наблюдателем, воспринимающим. У него нет эмоций, у него нет чувств, у него нет мысли, у него ничего нет. Но перед ним мир формирует эти эмоции, перед ним тратанцуют буквально три гунны. Три гунны из трех гунн сплетается весь этот мир. Объяснять, что такое три гунны, я тоже сейчас не буду, потому что это, во-первых, я не представитель Санхи, и, во-вторых, я не буду за это течение впрягаться никаким образом. Но просто такое уже было в истории и философии, и в истории индийской мысли, истории индийской религии. И там это все разобрано куда более подробно, куда более интересно, куда более целостно. И в отличие от автора Дуча, ребята, которые в Санхи работали, они знают, что, ну, они, по крайней мере, могут понятно выразить в тексте, что такое этот самый наблюдатель Пуруша. Вот. А вот что пишут у нас по этому поводу Дуч. Я еще таких высот не достиг, и каких-то даже особенных практик работы с ним попросту не знаю. Пум-пум-пум. Действительно, сложно ему сказать что-то про наблюдателя, оказывается. Ну, прочитай тогда теорию Санхи про Пурушу, там много интересного. Более того, сама тема с наблюдателями является наиболее содержательной из всего, что здесь находится, потому что это буквально цель практик. То есть, смотрите, нам преподают, вам, вам преподают, вам преподают люди из Гойгая, у которых цель, ну, вот, достичь наблюдателя, соответственно, то есть, ну, очистить внутреннего наблюдателя от всех прочих воздействий. Понимаете, да? При этом они сами признаются, что они этого внутреннего наблюдателя не достигли, не достигали. Есть некие труд... И уже тут возникают некоторые трудности, да, с трактовкой, потому что... Эм, а как такое вообще возможно? Как это вообще работает? Прошу прощения, господа маги, но, то есть, вы не достигли Пуруши? Угу, то есть, вы там никакие не просветленные, а в буддизме много просветленных на самом деле, да, вы никакие, в общем, не деятели, ну, то есть, вы даже не претендуете на то, что вы вот такие. Ну, окей, окей. Только тогда чему у вас учиться? Главный вопрос. Просто все остальное, что вы говорите, что все остальное, что вы говорите, все прочие ваши практики, там, медитации на доту, сталкеринг и прочее, 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 вот эта вот детсадовская, как бы, возня, это все пустое, потому что, если вы не можете провести людей дальше, не можете провести людей к более высоким ступеням, то... А зачем их вообще выводить из программы? Ну... Ну, то есть, по сути, вы еще сами из программы не вышли, получается. Вы часть этой самой программы, все еще остаетесь по своему же собственному признанию. Как вы можете вести людей за собой к выходу из программы, если у вас даже амбиции уже нет на то, что вот вы вышли из этой программы? Какой толк в этом во всем? Непонятно. Ну, тут также замечу, что вот магические практики дают мне вполне ощутимый, зримый результат. Взять ту же йогу. Ребята считают йогу тоже магической практикой. Ну, я не зря их трактовал в качестве йогов, просто терминология у нас здесь немного разная. Замечу, что определения Яви, Нави и Прави даны более-менее нормальным образом. То есть здесь можно понять, что такое Явь, что такое Навь, что такое Правь. Здесь все хорошо и, скорее всего, это скопировано из каких-то книг, не более того. Ну, то есть Явь это все, что касается человеческого мира, все фильтры восприятия, картина мира, привычные пути ума, инвертный, инвентарный список, слова. Все, о чем можно рассказать, касается Яви. Мы здесь, конечно, отдельные пункты покритикуем, но как определение это пойдет. Навь это все, что лежит за пределами человеческого. Частенько к этому относят мир духов, предков и прочие подсусторонщины. Правь это сила, приводные шестеренки, все, что движет вообще всем. Ну, окей. В принципе пойдет. Не до конца понятно, не до конца идеально с теми же самыми ошибками, но... Ну, просто пойдет, короче. Ну, почему бы и нет. Опять же, лишние предложения. Поищем в гугл поиске индейца и эскимоса, там бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну и вот. Картина мира это первоначальный фильтр, отсеивающий данные, которые потом дойдут до нашего сознания. Неправильное определение картины мира. Вообще, в принципе, я рекомендую авторам перестать использовать стандартную форму для определения при каждом удобном случае. То есть, не нужно писать, типа, картина мира это, или картина мира тире то-то-то-то-то. Когда вы не даете при этом определения. Просто здесь допускается этот прием постоянно. Он всегда. Он всегда здесь присутствует. Мы всегда работаем, вот они всегда работают таким образом. Картина мира это сито. Не знаю, например. То есть, здесь очень часто встречаются псевдоопределения, к сожалению, в книге, которые не проясняют само содержание. Просто вот, ну, не настоящее определение. Но зачем-то они выложены в форме определений. И это немножко, ну, пугает. Так вот, картина мира это сито. Да, в целом, лол. Это смешно звучит. Идея в целом неплохая. Потому что она в целом рабочая. Ее можно развивать и с ней работать. Но формулировка такая себе. Потому что одна из функций картины мира это действительно отсеивание информации, данных и всего, чего нас окружает. Ну, то есть, мы реально подбираем факты, мы реально подбираем аргументы, мы реально подбираем высказывания. В рамках своей картины мира это нормальная функция. В том числе, картины мира. Правда, я замечу, что ребята не обращают внимания на позитивный аспект картины мира. Они просто апофатически трактуют картину мира, что явно недостаточно. Ну, то вот, первое, чему следует научиться, это работать с своим вниманием. Ну, короче, пошла йога. Все нормально. Медитация, это концентрация своего внимания на выбранном вами объекте. Ну, тоже пошла йога. Кстати, на самом деле, если серьезно так подумать, вы можете заменить вот эти вот практики с ребятами курсами в любом йога-центре. Ну, то есть, на самом деле, вы лучше научитесь работать со своим вниманием. Над вами будут работать более-менее такие вот сносные специалисты. Но вы будете сидеть, и вам будут высказываниями разными помогать. Это будет куда более... Это будет дешевле, во-первых. Это будет куда более значительно, куда более продуктивно на начальном уровне, чем вот это вот все. Чем все стримы Гой Гая вместе взятые, чем все вместе взятые книжки Гой Гая. Действительно, вам можно пойти в любой попсовый, как бы, йога-центр, и вы там пройдете значительную часть вот этих вот практик для начинающих. Я серьезно говорю, здесь без какого-либо юмора. То есть, у вас для этого... Ну, просто реально это хороший совет. Если вы хотите заниматься работой над собой, работой над вниманием, медитациями, гоу в йога-центр. Это, конечно, примитивно. Это, конечно, тоже нью-эйдж. Это, конечно, тоже поверхностно. Это, конечно, тоже не касается глубоких практик ни в коем случае. Но на начальном этапе это вам поможет больше, чем движение Гой Гая. Потому что они тоже йогой побольше от себя занимаются. Ну, то есть, смотрите, вы не достигнете никаких магических вещей с движением Гой Гая, потому что они сами еще этого не достигли. Ну, они сами об этом говорят. Правильно? Правильно. Соответственно, соответственно, в начальном этапе вы будете проходить какие-то стандартные практики, которые есть в том числе в йоге. Правильно? Правильно. Неожиданно правильно. Гой Гая не будет работать с вами индивидуально. Правильно? Правильно. А вот в йога-центре с вами смогут более-менее индивидуально поработать. Тоже правильно. И тоже правильно неожиданно оказывается. Понимаете, в чем дело? И вы будете проходить те же самые практики под индивидуальным контролем ну, тоже таких вот неразбирающихся, новичков, не совсем специалистов, но вот на таком начальном уровне они вам помогут. Ну, опять же, тут шило в задницу, шило в задницу. Офигенный, короче, дискурс, серьезно, ну, невероятно крутой дискурс, в том плане, что у нас написана книга про магию, про мистику, про колдовство, и она написана языком, как будто бы ее написали, ну, гопники. Эти все внутренние болталки, шило в задницу, это не самый уместный лексикон для мистического текста. Как будто господа маги, это обычные гопники, ну, типа, знаете так, э, 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 а персональная сила у тебя есть? А если найду? А? А если я ее найду? Ну, вот в таком духе это все повествуется. От книги хотелось бы мистической, да даже можно больше образов, больше красивых каких-то вот картин, больше вариаций, больше симпатичного чего-то. То есть, можно было удариться в эстетику. У нас есть в данном случае два пути. Удариться в таинственную прекрасную эстетику, которая будет передавать вам образы, связанные с теми или иными мистическими практиками, чем будет вас к этим образом приближать. Ну, либо более-менее четкое объяснение того, что происходит. Ребята не смогли сделать ни того, ни другого, к сожалению. То есть, книга плоха. Ну, опять же, возвращаемся к картине мира. Если сказать метафорически, опять же, про картину мира, то она это, опять же, невидимые барьеры, за которые на шум не заходят. Я просто замечу, что они постоянно дают негативное определение картины мира через границы, которые создаёт наш разум. И абсолютно игнорируется позитивный аспект создания картины мира. То есть, продуцирование разных объектов внутри сознания, которые служат всевозможной пользе. Картина мира включает в себя и проектирование, соответственно. Да, к сожалению, ребята это обычно, ну, затирают. Ну вот, дальше идёт. Делать это можно опытным путём создавать картину мира, нарабатывая собственный опыт, либо пользоваться опытом, определяющим игроков, ну, то есть, опытом предыдущих игроков-старожилов, да? Просто, опять же, замечу, что это крайне философский аспект. Картина мира может формироваться вообще не из опыта. Как же странно слышать чисто эмпирические тезисы от людей, которые занимаются йогой. Они же должны разбираться в феноменологии, которая не сводит всё к банальному опыту. У опыта есть основания. Эти основания открываются в медитациях. Собственно, сам опыт. Есть лишь одно из звеньев, у которых обыкновенно есть более глубокие основания. Кроме того, существуют идеи, которые берутся, ну, не всегда из опыта, ну, по юму из опыта. Ну, они не всегда берутся из опыта. Ну, то есть, не все согласны с тем, что они берутся из опыта. Здесь можно есть над чем поспорить. Ну, например, идеи математики. Я полагаю, что на этом маги могли бы начать считать там яблоки, там пальчики, вот это вот всё, да? Ну, это бы показало, что они ещё и в математике разбираются на уровне первоклассников и не понимают, что она в сущности теоретическая сфера, которая работает с абстракциями вне опыта. Но после уже может применяться на опыте, да, соответственно. То есть, они начнут там пальчики читать, а они не понимают, как философия математики работает. Они не понимают, как работает математика Пифагора, которая потом перешла в математику Платона. А платоновская математика уже обосновалась европейской культурой и более-менее осела и стала таким фундаментом теоретическим для последующих научных измышлений. Конечно, ребята, про это, скорее всего, ничего не знают и не умеют этими словами, в общем-то, манипулировать и не умеют ничего объяснять. Ну, блин. Ну, блин. У нас в рамках картин мира существуют вещи, которые берутся не то, чтобы вполне из опыта, а то, что всё берётся из опыта, это ещё надо доказать. То есть, мало утвердить, мало утвердить, что всё берётся из опыта и всё достигается опытным путём. Действительно мало. Вот здесь уже пошли проблемы, потому что, соответственно, у меня удалилось сохранение. Тут много чего серого, в общем. Тут про школы, можно синхронизировать, вот это вот вся хуйня. Это всё как бы мы тоже серым выделяем, это неинтересно. Идём дальше по содержанию. Здесь тоже серое. Да. Дальше информация разбивается на понятия. Каждому объекту, звуку, явлению, да чему угодно необходимо сопоставить соответствующий смысловой иероглиф. Да, это, кстати, уже протоаналитические трактовки, причём именно прото, потому что слишком упрощённо. Ребята не понимают, как работает язык. Язык работает не так чётко, как может показаться. Язык не базируется на соотношении иероглифов, звуков и смыслов. По крайней мере, это не происходит с абсолютной чёткостью. В целом наблюдается тотальная наивность ребят в работе с философией языка, с философией мышления, с философией сознания и другими вещами, в которые вот в данный магам, вот этим ребятам лучше не лезть, потому что они вообще не шарят здесь. Они почему-то употребляют аргументы из самых примитивных материально-аналитических философских течений, то есть самых инсектоидных условно, самых догматичных, самых таких банальных, самых антимагичных, что самое главное, да? Они используют аргументы из этих антимагичных, рациональных, абсолютно инсектоидных направлений, чтобы подтвердить свою точку зрения. Это тоже выглядит довольно странно. Но замечу, замечу, что вот здесь вот имеется вот в 20-м пункте, вот я здесь 20-очку поставил. По факту, задав человеку нужную на вам картину мира инвертарный список, вы фактически поселите его в нужный вам мир, потому что всю дальнейшую жизнь человек не имеет общения с миром напрямую, он работает только со смысловыми иероглифами. Поехали, да? Это пересказ концепции Бодрияра про симулякры и симуляции, просто без употребления данных слов. Кстати, эта концепция довольно спорная, но просто интересная параллель, и поэтому я выделил ее зеленой. А сама концепция является допустимой. С одним лишь но. Язык и мышление не работают по принципу инвентарных списков, что легко заметить, исследуя это с помощью духовных практик и рефлексий, которыми должны парни заниматься. Человек не компьютер, человек работает по другим принципам. Человек работает не только с абстракциями, но и с образами, воспринимаемыми с образами, восприятиями, воспоминаниями, многими другими вещами. Отличия между двумя стульями могут быть крайне велики, вплоть до того, что у стула не будет спинки. Обычно мы называем стулом что-то со спинкой, но данный стул можно назвать, например, табуретом. Но если мы не знаем слово табурет, мы не знаем понятие табурета, мы можем назвать табурет стулом. Потому что определения работают на слова, а слова язык работает по принципу, я даже не знаю, таких вероятностных что ли полей. Причем у каждого человека вероятностное поле свое. Один человек может назвать табурет стулом, другой не может. И так далее, так далее, так далее. То есть есть определенные вариации полей. То есть мы не соотносим наши слова с конкретными предметами, например, вот эта бутылка, а есть еще миллиарды бутылок, понимаете, миллиарды бутылок существует. Я с помощью абстракции называю бутылку бутылкой, но на ней никакого ярлычка, собственно, не присутствует. Понимаете, на ней нет никакого ярлыка. И это бутылка или, например, ну, какой-нибудь, не знаю, ваза, сосуд какой-нибудь другой, да. Что это? Что это? Как это назвать? Как это определить? Все это определяется абстрактно. Все это определяется вот с помощью своеобразных таких, не знаю, вероятностных полей. То есть сами слова, они изначально не определены, неопределимы. Мы можем пытаться делать определения более тонкими, но они всегда будут абстракциями. Даже если, например, говорю, бутылка воды, негазированный Арктик. Это все равно абстракция, потому что таких бутылок много. Есть лишь один способ обозначить что-то единичным понятием. Это, например, дать ему имя. Ну, например, этот телефон, я называю телефон Семен. Я говорю, дай мне Семена. И Семена мне приносят, соответственно, мне приносят Семена, и я такой, воу, 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 Семен, ну ты молодец, ну ты классный Семен. Вот это такой более номиналистический способ обозначать предметы. Ну, вот телефон Семен будет у нас теперь, да. Вот я его обозначил прям четко-четко, и он попал в мой инвентарный список, соответственно, как некое уникальное понятие. Притом, у нас нет общих инвентарных списков, и нет, соответственно, общих миров, что тоже важно понимать. Это тоже интересно. То есть, когда мы получаем вроде бы, как будто бы чужой инвентарный список, на самом деле, у нас он все равно свой. Мы все равно немножко все по-своему понимаем. Он не является общим. И вообще никакого инвентарного списка нет. Это очень странная аналогия, очень странная метафора, она здесь не подходит. Вообще, мне очень кажется странным, что маги наивно избегают любого феноменологического и рефлексивного разбора понятий. Они абсолютно игнорируют свой внутренний опыт в работе с языком и терминами, что показывает нам халатность авторов данной области. Похоже, что они не йоги, и не маги, и не практики, а просто какие-то жалкие инженеры или программисты, которые не умеют думать своей головой и анализируют вещи первыми же пришедшими на ум инструментами. Но инструментариям в данном случае, вот у них термин есть, соответственно, они его просто везде применяют бездумно. Просто первый попавшийся термин берут и просто его применяют. Не особо разбираясь, а какой термин был бы лучше, у какого термина лучше коннотация, у какого нету коннотации, которые нам были бы вредны в данном случае. Не-не-не-не-не, это все слишком хитро. Мы просто берем там цы, карма, перерождение, там, не знаю, инвентарные списки, там, не знаю, болталка, шмолталка, отстой, там, не знаю, всякие. Просто набираем термины из ниоткуда и вот так вот их нагромождаем сверху все больше и больше и больше, но при этом мы их не проясняем и, ну, на самом деле, на самом деле просто говорим обычной чепуху, к сожалению. Это печально. Да, да, вот еще. Внутренний диалог и сборка мира. Внутренний диалог и сборка мира. Здесь можно со многим согласиться про внутренний диалог, про сборку мира. Вот даже зеленые аспекты здесь выделены. В принципе, они достаточно интересны. Но вот этот вот абзац, он просто гениален. То есть, когда некто идет по улице, он видит под ногами иероглиф земля. Здесь иероглиф дом, там иероглиф дерева, иероглиф человек. Он не наблюдает сами явления, он наблюдает ярлычки. Именно весь этот комплект ярлычков и будет повседневным человеческим миром той самой явью. Ребята неиронично полагают, что когда человек смотрит на бутылку, он видит на ней иероглиф бутылки. Ну, видимо, не в прямом смысле, а в каком-то магическом переносном, но написано полная чушь. При том, что я сейчас воспринимаю кучу предметов, которые я автоматически сейчас в своем сознании никак не называю. Вообще-то. Вот передо мной стоит монитор, я его сейчас назвал монитором. Но еще пару секунд назад я не думал о том, что это монитор. То же самое с микрофоном, который передо мной стоит. Я тоже вот... Он входит в мое поле взаимодействия, я вижу кучу предметов вокруг себя, но никаких ярлычков на них нет. И даже названий никаких у них нет, пока я не сосредоточу на них свое мышление, допустим. Хм... Интересно. Причем у меня никогда не было ярлычков, на самом деле. Ну, не только у меня. Я думаю, у вас ни у кого никогда не было ярлычков. И предметы порой попадают в ваше поле зрения без ярлычков, без этих самых. То есть написано откровенное, чушь. Это прям вообще ложь. Это бесспорная ложь. Это просто глупость. Написано просто глупость, если что. Так вот. Са, вот зеленое зачитаем, потому что это интересно. Сам процесс прохождения фильтрации и обработки информации называется внутренним диалогом. Тут я вас прошу не путать его с так называемой внутренней болталкой. Очень плохой термин, внутренняя болталка. Сразу уничижительный. Тем воображаемым собеседником, с которым люди постоянно ведут диалог, иногда про себя, иногда вслух. Это лишь вершинка айсберга. Вершинка. Вершинка. Да, блин, да. Гениальные, короче, стилистика у автора. Ну, это супер, конечно. Ну, то есть, опять же, показывает, что автор никогда книги, видимо, не писал. Если выключить внутреннюю болталку, то внутренний диалог никуда не денется. Вы продолжите собирать этот мир. Кстати, здесь я вот в позитивном ключе замечу, что скептицизм это состояние, в котором выключен именно внутренний диалог, ну и, соответственно, внутренняя болталка тоже. По данным определениям, внутренняя болталка у меня, кстати, была выключена изначально. А скептицизм это состояние, в котором прекращается фильтрация и обработка информации, не создаются убеждения, а также пропадают всякие эмоциональные привязки, если что. Ну, то есть, если вы хотите узнать, кто шарит вот в выключении именно внутреннего диалога, это скептики. То есть, на самом деле, человек, по философским определениям, тот человек, который выключил этот внутренний диалог, он и есть скептик. То есть, скептик не тот, кто стремится выключить внутренний диалог, да. Да, в принципе, даже такая цель скорее и не ставится, потому что эта цель догматическая. То есть, только догматик может хотеть выключить внутренний диалог самостоятельно, только догматик может хотеть сомневаться, только догматик будет сомнение как бы продвигать и говорить, что нужно во всем сомневаться. Скептик это просто тот, кто выключил, умеет выключать внутренний диалог, вот так скажем. А может не выключать, например. Так, щелк-щелк. Может включить, может выключить, соответственно и в этом смысле и в этом смысле мы как бы можем погрузиться в это самый скептицизм и понять многие вещи о которых говорят авторы в данном случае то есть скептики реально умеет выключать внутренний диалог это не проблема даже просит ну то есть он был выключен это просто пресс это происходит настолько быстро настолько понятно настолько легко что в этом даже никакой никакой проблемы нет уже для скептика это настолько выработанная штука что вообще забавно а да кстати весь этот абзац про внутренний диалог я просто замечу уже исходя из данного определения давайте давайте подумаем да из этого параграфа следует что магии заниматься невозможно если для магии необходимо отключать внутренний диалог что вместе с ним и картина мира пропадает и все цели соответственно исчезают и устремления да если пропадают все цели и устремления то нет смысла совершать проявленные полезные людям вещи а мы помним что в определении колдовства и потом магии потому что определение магии не было точно дано я напоминаю и она была сведена к определению колдовства только вот в мире запредельном невозможно в общем то тогда из исходя из внутреннего диалога невозможно совершать какие-то магические действия потому что нет смысла их совершать ну или нет их можно совершать виде таком хаотическом ну например в виде такой и шива из к игры но тогда это не будет полезным для людей скорее всего то есть да допустим человек отключает внутренний диалог он обретает способность магии но он теряет понятие добра и зла он теряет до понятия пользы и бесполезности он теряет вообще все возможные понятия и соответственно он скорее всего не пустит свою силу на пользу по той причине что он не понимает что такое польза и у него есть два выхода что-то делать или не делать ничего если не будет ничего делать он не будет заниматься магией логично если он будет что-то делать это вряд ли будет называться магией потому что в ма в определении колдовства и магии было заложено нечто полезное для людей а вряд ли он будет делать полезным будет делать нечто хаотичное в чем будет и польза и вред для людей но люди тоже сами будут оценивать как пользу или как вред то есть И соответственно, то есть маг, который остановил внутренний диалог, на самом деле либо будет хаотически пользоваться разными магическими силами, не принося никому особой пользы, либо у него будут какие-то цели и убеждения, которые будут вести его по пути пользы и добра, но тогда получится, что он не остановил внутренний диалог, и следовательно, он не может пользоваться магией. А в чем проблема? Тут либо определение магии было дано изначально неправильно, ну либо колдовство и магия, либо зря колдовство и магия были вообще соотнесены друг с другом, либо определение внутреннего диалога слишком широкое, и ребята не подразумевают полную остановку всего вообще, всех оценочных суждений, всех мнений, всех убеждений. Потому что если это остановка всех убеждений, у нас тогда получаются большие проблемы с определением магии, к сожалению. Да, да, представляете, сколько много интересных вещей надо осмыслить, надо продумать и надо правильно прописать и определить, чтобы этот текст был достаточно целостным и интересным. Это же сколько работы интересной, да, предстояло бы ребятам, если бы они были более-менее, ну, честными и правдивыми, в общем-то, авторами, которые были бы готовы отвечать на критику. Ну, представляете, действительно, после этого комментария у них есть над чем поработать. После вот всех комментариев, которые были выше приведены, они могут над каждым определением еще долго-долго-долго работать, совершенствовать эти определения, могут давать эти определения более точно, более понятно, давать более понятные определения, более понятные примеры выдавать. Боже, сколько хорошей работы, полезной они могли бы сделать, если бы они умели слушать других людей, а? Ну, серьезно же. Ну, серьезно. Причем, понимаете, я не то чтобы критикую их концепцию. Я критикую форму изложения их концепции, раз. Критикую проблемы в их определениях и их объяснениях, это два. Ну, я откровенную чушь порой критикую. То есть, вы понимаете, у меня критика, она позитивный характер носит. Я предлагаю авторам изменить их определение. Я предлагаю авторам сделать их определение понятнее. Я предлагаю авторам избавиться от противоречий в данном случае. Я предлагаю авторам прояснить некоторые аспекты, может быть, даже для себя. Ведь Дущий, я напоминаю, выше написал, что он еще не достиг уровня наблюдателя. Следовательно, ну, вероятно, он не останавливал никогда в жизни внутренний диалог. Но он разговаривает о нем. А при этом скептики, в этом суть скептика. Он остановил внутренний диалог. То есть, я остановил внутренний диалог, понимаете? Я умею устанавливать внутренний диалог просто. С помощью философских, прежде всего, средств, мне никакая магия не нужна. Хотя, духовные практики я тоже использую. Ну, просто вот сейчас вы можете сравнить вообще разницу. Я предлагаю человеку поработать над собой. Поработать над своим текстом и прояснить для себя многие вещи. Прочитать дополнительные тексты, кстати, тоже предлагаю. Причем не свои тексты. Я мог бы и свои дать, но да ладно вам. Да ладно, зачем свои тексты? Ну, а вот дальше. Великие определения в духе сила, приводная, пружина всего. Господи, я не знаю. Ой, нормально. Причем, понимаете, в чем дело? Здесь как бы в этом тексте смешивается попытка создать что-то типа учебника, более-менее простого, такого нубского, поверхностного. Но при этом вот эти вот околометафорические определения типа сила, приводная, пружина всего. Вот если бы, вот если бы это было полностью метафорическое произведение, там, например, как Заратустра у Ницше, да либо как многие вообще мистические произведения, типа Авроры, там, Бема или так далее, так далее, так далее. То есть вообще много мистических, хороших, красивых произведений, которые читаются и понимаются благодаря своей эстетической силе. То тут нет ни эстетической силы, ни объяснений, ничего. Ну, только много глупых и лишних примеров, без которых можно было бы отказаться, от которых можно было бы отказаться, и которые несут скорее на себе слепок вот такой вот печали. Они действительно печалят нас. Так вот, персональная сила, да, это сила, которая может быть использована нами в любых интересных нам целях. Ну, а чё, а чё, да, персональная сила, это сила. Что такое сознание? Ну, это сознание, которое сознается, знающее, короче, а? А что такое, что такое зрение? Зрение, ну, это то, что зрит. А что такое нюх, это то, что нюхает. А что такое слух, это то, что слышит. Ну, гениально! Ну, то есть определение, которое ничего не говорит, это тетология, буквально. персональная сила это сила она еще особым шрифтом выделено я просто напоминаю что вот видимо дочь когда это писал он подумал что это ну как бы очень очень важно это очень очень понятно очень важно очень основополагающе вместо этого до персонале сила это сила я серьезно не понимаю за стремление от авторов или автора давать псевдоопределение потому что это в принципе очень странно конечно без попытки давать определение текста вообще выглядел бы как каракули ребенка на тему колдовства со всеми этими по моему мне кажется все маги кроме меня шарлатаны там и вот это вот и вот это вот все дальше как бы да вот эти вот все наивности бесконечные с дурацкими примерами ну вот действительно выглядел бы как детские маленькие каракули такие ну блин персональная сила это сила лол которая может быть использована нами в любых интересных нам целях не знаю получается персональная сила это законы ньютона тоже да но могут могут ли законы ньютона быть использованы в полезных любых интересных нам цель да могут могут конечно могут может ли сила притяжения быть использована в любых интересных нам цель да конечно может тоже персонально по подходит под определение персональной силы неожиданно вроде бы персональной силы это другое но типа подходит Еще вот эти вот, насколько я помню Великий вождь, учитель Дон Хуан Утверждал, в смысле, насколько ты помнишь Открой книгу, ты текст готовишь Ты написал текст, вот такой маленький текст Ты маленькую брошюрку написал Маленькая микроскопическая брошюрочка Вообще мизерная брошюрочка Тебе лень открыть текст Ебаного Кастанеды С Доном Хуаном, да, и почитать Что там написано конкретно А то тут, насколько я помню Там же вот это вот такое Ну нельзя так тексты писать Ну это глупо, бля, ну это просто глупо Ну зачем, зачем вообще пытаться Ну насколько я помню Дон Хуан Кастанеда употреблял наркотики Упоролся и сдох И не был никаким магом И без каких доказательств это будет проговариваться Ну офигенно, до такого уровня аргументации Это довольно слабо Кстати, смотрите Умение работать с персональной силой Называется намерением Это определение Хорошее Хорошее определение намерения Оно не содержит в себе Самого слова намерение То есть умение работать С персональной силой Что такое намерение Это умение работать с персональной силой Здесь нет слова намерения Как бы внутри То есть намерение не является Намерением работать с персональной силой Ну вы поняли, да, тавтологии избежали Это хорошо Это первый этап Это очень хорошо В общем, тут есть какая-то отсылка на другие термины, другие понятия, все нормально Только проблема заключается в том, что ничего толком не написано про саму персональную силу Персональная сила это сила, как бы, это сила, которую мы можем использовать в любых интересных нам ситуациях Офигенно То есть определение намерения хорошо само по себе, ибо оно ведет к другому определению Но жалко, что другое определение не описано адекватно, а следовательно, оно не обдумано Есть подозрение, что маги и сами не понимают, о чем пишут, так как не могут даже поверхностно описать это словами Причем, понимаете, тут даже дело не в том, что они должны все словами описывать И дело не в том, что словами некоторые вещи невозможно описать Я согласен, словами многие вещи описать невозможно Но можно попробовать Можно попытаться И опыт автора, и тем более опыт автора мистика, опыт автора мага В том и заключается, что мы должны передавать те вещи, которые словами не переносятся. Мы словами передаем то, что в обычных ситуациях языком не может быть перенесено. Мы вызываем такие состояния, такие эмоции, такие чувства, такие образы, такие вот, в общем-то, связки в мозгу наших вот читателей, чтобы они при этом понимали контекст, понимали то, что за этим лежит. Это должно быть сделано наиболее красиво, наиболее четко. То есть вот у Вестников Хаоса этого нет. Непонятно. Не работает. Не работает. Не работает. Это настолько профански, это настолько по-детски, что это просто не работает. Почитайте любую мистическую литературу. Бем и почитайте. Я не знаю. Почитайте мастера Эккарта. Почитайте индийские тексты. Да вы просто сравните небо и земля. Просто космос и маленькая-маленькая песчинка на земле. Просто масштабы несопоставимые в качестве, понимаете? Между Гой Гайей и какими-нибудь нормальными мистическими текстами. Просто вот колоссальная разница. Если вы начнете изучать серьезную мистическую литературу, вы просто поймете, насколько ребята проигрывают ей. Насколько они ее даже не понимают. Насколько они не умеют пользоваться достижениями своих предков в тех же самых областях. Вы просто поймете тотальную разницу. Так вот. По сути, данный раздел является достаточным знанием для овладения всем магизмом, колдунизмом, если что. По своему опыту могу заметить, что все короткие, концентрированные знания можно понять только тогда, когда вы уже ими овладели. Все, короче. Мы прочитали все, чтобы овладеть этим. Это был, собственно, оплаченный отрывок. Все остальное я тоже полистал, почитал. Собственно, на этом закончилась содержательная половина книги, если что. Дальше идет диалог с Моптюком, который напоминает алкогольную встречу двух старых друзей. Все основы магизма, колдунизма были изложены в первой половине книги. Если убрать все лишнее, все это можно было бы... Все, что выделено серым, то есть, да, то можно было бы преподнести весь магизм, колдунизм за 30 секунд. Да, 30 минут, простите. Не 30 секунд, 30 минут все-таки. Таково его истинное содержание, таков его истинный объем. Ну, тут, опять же, все не выделено, потому что удалилось сохранение, к сожалению, это было печально, но здесь почти все серое. Вот здесь буквально все серое. Сравнение человека с биосом, с компьютером, это все детский сад, короче. Ну и дальше диалог с Моптюком, ДНК, ДНК, ШМНК и так далее. Аналогия человека и программы поверхностная аналогия. Аналогия ДНК и программы не работает и ни о чем не говорит. Да, ну, меня, конечно, безусловно радует, что во второй половине книги появился Моптюк, а следовательно, читать мне приходилось сразу два меньше, потому что Моптюк это такой, знаете, как персонаж из диалогов Платона. Вот он только и говорит, что да, Дуч, клянусь Зевсом, это действительно так. Это да, действительно так. Я с тобой полностью согласен, Дуч. Ты молодец, и я молодец, и маги молодцы. Ну, то есть, вообще, все комментарии Моптюка, они бессодержательные, по большей части, и по большей части они типа, ну, да, 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 действительно, да, да. Вообще, еще замечу еще раз, что я немного обсчитался с символами, а потому была оплачена половина книги. Но вторую половину не стоит заказывать. Она менее содержательная и состоит из диалогов, в котором оба собеседника друг другу поддакивают. Кроме того, повторяются те же или похожие темы, я пролистал, просмотрел весь диалог, но подробно его разбирать уже не буду, потому что ошибки в целом те же самые. А диалоговая форма это просто средство для увеличения бессодержательного текста. Те же самые вещи, особенно новые, можно было бы уместить на двух-трех страницах, что было бы куда приятнее, куда лаконичнее. Замечу, что довольно смешно читать про практики на кино, играх и так далее. Это слишком начальные практики, которые даже практиками назвать трудно. Это скорее детские упражнения. Вводятся некоторые простые, но уже настоящие практики, как контролируемая глупость, например. В этом тоже нет ничего запредельного и пояснений особо на данный раздел не требуется. Неделание тоже довольно начальная и хорошая практика, тоже ничего против нее и не имею. Наиболее интересный раздел для меня вот из дальнейших, это раздел с управлением местновидений. Но он слишком затянут и опять это многословие и богомерзкие диалоги, они просто отвратительны. Я настоятельно рекомендую вам прочитать настоящие тексты для практиков, которые написаны даже в той же древности. Вы увидите радикальную разницу, берите Йога Сутру или другой текст. Те же самые вещи там излагаются проще, понятнее, системнее, лаконичнее. Если у Дучи и Муптюка есть более-менее сносные практики, то выглядят они как детские игры по сравнению с тем, что вы действительно сможете практиковать, друзья. А теперь не самый добрый вывод. Давайте откроем последнюю страницу у ребят, чтобы было красиво. Да, вот у них диалоги, диалоги, диалоги. Там еще Вован появляется, соответственно, еще один колдун, 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 короче. А мы тем временем подведем итоги. Книга написана отвратительным языком. А видно, что этим занимались неопытные авторы, которые никогда не писали серьезные работы, ни художественного, ни научного, ни что самое смешное, магического содержания. В книге нет ни точности, ни эстетики, ни тайны. Это просто некачественная писанина, которую довольно неприятно разбирать. Неточные определения, ничего не говорящие примеры ни в тему, абсолютная серьезность, совмещенная с тотальной наивностью изложения. Это все показатели неопытных авторов. Мистическая литература в моем представлении чаще всего берет стилем, так как благодаря эстетической подаче и образом умудряется передать то, что нельзя передать с помощью обычных слов. Тем же методом пользуюсь и я, когда пишу стихи и романы. У авторов этого нет. Книга, в кавычках, конечно же, книга, намеренно выполнена в формате учебника. И предназначена для разъяснения некоторых аспектов магии. Жалко, что с этими разъяснениями она справляется еще хуже. Ибо определения в духе кармы это просто закон причин и следствий не только неточны, но и нередко сбивают нас с верного пути понимания этих терминов, в частности кармы. Следует также заметить, что многие определения авторы трактуют по-своему. Притом настолько, что карма в рамках данного определения теряет у них атрибут некой метафизической силы, закона, который обуславливает переходы от одной сущности к другой при перерождении. Это следует напрямую из заданного имя определения, потому либо авторы бездарные писатели, что очень вероятно, которые не могут точно выразить мысль. Либо они принципиально не разбираются в терминах, которые используются, что еще хуже как бы. То есть они буквально профаны, возможно. Вероятно, они буквально профаны. Они либо отвратительные писатели, либо категорические профаны. В обоих случаях все очень плохо. Причем во втором хуже. Также замечу, что задача автора сделать так, чтобы его поняли. То есть высказывание в духе, он реагирует на ключевые слова, он голем, это не аргументы в споре, а детское тыкание пальцами. Если автор создает видео или пишет книги, то он пытается выразить некоторые положения для других. Если он делает это недостаточно понятно, то это его проблема в данном случае. Обращу внимание на то, что у меня сложилось впечатление о магах, как и о поверхностных, нахватавшихся из разных источников терминов представителей пошлого и в плохом смысле эклектичного нью-эйджа. Они просто используют разные термины, которые где-то слышали без содержательных проработки. Тут вам будет и ци, и карма, и перерождение, и прочая мешанина связанных и не связанных друг с другом терминов. В связи между которыми, кстати, если бы они могли бы быть налажены, ну, они были бы, может быть, и хороши, и интересны, но их никто налаживать не собирается. Понимаете, в чем дело? Там ничего не проработано. Ну, карма, ну, ци просто, ну, 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 пиздану я слово ци просто так. Почему бы и нет, как бы? Ну, почему бы и нет? Вот где-то у китайцев было ци, у меня теперь будет ци. Ну, а вот пусть будет так. Пусть это будет так, да? Какая нам разница? Пусть будет ци, карма, шмарма, там, не знаю, внутренние, внешние, пролечные, там, не знаю, разные диалоги. Хотя с внутренним диалогом все нормально, это мы оставляем, как бы. Это важная вещь, кстати. И соотносится с Пурушей, соответственно. Так вот, классические духовные и мистические традиции работали над своими терминами и практиками. Они просто поверхностно перемешивали все подряд. И мне думается, если бы на словах у господ магов такая мешанина, то и на практике они такие же неглубокие учителя и деятели. С тем же успехом вы можете обращаться к любым милым йогам современности, которые и в позу льва вас посадят, и кошелек опустошат. Но при этом будьте готовы, что никаких реальных достижений на пути духовной практики у вас не будет. Потому что это New Age. А New Age из-за своей поверхностности и несерьезности просто не способен дать метод зрелому, интеллектуально и духовно человеку. New Age чаще всего направлен на глупых и внушаемых людей, которые не будут глубоко изучать древние источники и не будут интересоваться мистикой глубже этого New Age. Ведь если они начнут интересоваться, то New Age будет разгромлен. Потому что в New Age нет терминов понятных, четких, ясных, в New Age нету красивых, прекрасных, замечательных символов New Age поверхности, New Age вторичен, New Age не нужен. New Age перестанет быть нужен, если вы начнете изучать настоящие реальные источники и будете это делать серьезно. Это вот так вот. Замечу также, что движения Гой-Гая намеренно продвигают профаническое отношение к магии, в котором не нужно знакомиться с источниками, читать современные древние трактаты, заниматься цитированием и комментированием. Они действуют по принципу умственно отсталых практиков, которые наполняют сейчас все университеты. Это очень дурацкая программа, если что. Что практично, то и правда, ну вот они так очень часто уже писали наверху, а осмыслять это мы не будем, потому что это слишком сложно. Это очень поверхностный подход и с ним нужно быть, ну и вот таким подходом обычно к делу подходят именно второсортные ученики, это двоечники, троечники такие, знаете. Ну блять, а давайте нам не теорию, мы хотим практику, мы хотим на практике, мы хотим на опыте все узнать. Вот таким подходом обычно к делу подходят дурачки именно. Люди, у которых недостаточно ума для того, чтобы разбираться в тех или иных темах. И распространять такой подход буквально опасно. И в случае магии это еще более опасно. То есть не иметь за собой теории, не иметь за собой взгляда, не иметь за собой, собственно, нормального понимания тех или иных терминов и систем и, в общем-то, в практику нырять, ну, простите меня, это тотальная профанация. Научитель на учителе лежит педагогическая интеллектуальная ответственность, если что, друзья. Особенно на магии, особенно в магии. Вы не можете профанировать магию, потому что, ну, вы просто, если вы профанируете магию, вы сведете людей с ума, буквально, если вы не понимаете, как это работает. Если у вас это сработало, ну и ладно, буду преподавать дальше, вы сведете огромное количество людей с ума просто. Это печально. То есть, понимаете, если вы, если вы реально, если ваш смысл жизни, но если вы понимаете, что вы практикуете ради только самой практики, если кроме практики у вас ничего нет, если у вас нет четкой системы, четкого понимания, четкой структуры, четкого опыта в этой практике с другими людьми, то есть вы не видите, как практика работает на других людях, и у вас нет четких представлений того, как она вообще должна работать. Вы испортите людям психику. Даже если магия есть, даже если есть нафи, даже если есть правь, даже если есть тиявь, не важно, да, что есть. Не важно, что есть, даже если все это есть. Даже если есть магия, мы это не будем даже оспаривать. Вы просто будете сводить людей с ума из-за того, что вы не умеете нормально работать с теорией. А принцип «практика важнее теории» — это тотальное профанство. Это колоссальное профанство. Более того, та неаккуратность, которую маги отсылают к разным аспектам культуры, это тоже свидетельство этого профанства, понимаете? То есть слишком много профанического лишнего. Вот тут у нас гены, вот тут у нас шмены, там у нас нацмены здесь, вот здесь у нас вот это, вот то. Попытка показаться всезнающими, она, как не смешно, она очень легко уличается в глупости, соответственно. И это плохо. Это тоже плохо. Все эти дурацкие примеры, да совсем чем угодно, с программами, с ДНК и прочие замечательные аналогии, это не дает нам понимания, это не дает нам теории. Опять же, это просто свидетельство профанства. Я бы рекомендовал молодым магам Дефиса-йогам, которым интуитивно нравится подход Гой Гая, обратиться к более зрелым авторам и прочитать, например, Йога-сутру, работы по Санхи, по буддийским практикам, а также того же самого Кастанеду. Серьезно. Это будет и эстетичней, и понятней, и интересней, и полезней. Я практически уверен, что и к данному видео господа маги отнесутся спустя рукава, что в очередной раз покажет их профанический склад ума. Они не готовы совершенствоваться, не готовы оттачивать формулировки, не готовы работать над собой, чтобы быть понятней, точнее, полновесней. Их вполне устраивает тот наивный дискурс, в котором они чувствуют себя комфортно. Никакой рост, в том числе духовный, господ магов не интересует. А ведь, вслушавшись во многие советы, можно повысить свои авторские компетенции, прочитать многие интересные книги, в том числе по моим советам, и добиться куда большего, чем господа маги, для которых все не согласны, это просто големы. Жалко, что сами господа маги это недалеко ушедшие некомпетентные профаны, чья некомпетентность со всех сторон из-за тотального невежества проявляется, ну, соответственно, да. И это тотальное невежество заключается в том, что они довольно поверхностно, довольно плохо относятся к другим людям, которые могли бы с ними побеседовать, которые могли бы решать с ними проблемы, которые могли бы им помочь, в том числе. Все. Я думаю, на этом все. Разбор книги был полновесен и достаточно глубок, я считаю. Разбирать диалог, опять же, бессмысленно, интересная часть со сновидениями. Вот, а замечу, ее можно было бы сократить и даже преподавать. Ну, было бы неплохо. Было бы очень даже неплохо. Книга оформлена более-менее красиво, замечу еще из плюсов. Вот эти картинки мне нравятся, шерифт Вестник Хаоса, замечательный просто. С другой стороны, форматирование самого текста, оно уже плохое. Здесь на уровне типографии, ну, типографии, видимо, и не было, но тут нету ничего, короче, качественного уже в рамках именно работы над версткой. Над версткой проработано все плохо. Картинки прикольные, вот эти вот фоны, картинки, они хорошо подобраны. Это нравится. Я так делал где-то лет 17. Но оно все равно нравится. Вот в этом есть некий вкус, понимаете? Единственное, что в книжке эстетичное как раз, это вот задний фончик такой древненький. Как будто бы перед нами находится некий древний трактат. И вот эти вот замечательные, интересные картинки, всякие подобранные в тему, причем именно в тему подобраны, вот в тему картинка. Картинка в тему тоже, явь на вправе в тему. Ну, картинка мира медитации тоже это буддийское, да, колесо или что-то похожее. Ну, да-да-да, это и буддийское колесо, короче. И вот эта вот картинка с лабиринтом построения мира, это все хорошо подобранные картинки, они в принципе в тему, и в принципе это единственный эстетический аспект книжки. За это можно авторов похвалить, и плюс ко всему. Но, опять же, много именно по тексту больших пробелов. Ладно, друзья. Всего вам доброго, спасибо за просмотр, медитируйте, обретайте новые состояния, занимайтесь духовными практиками и стремитесь делать это наиболее серьезно, наиболее основательно, и не думайте, что все вещи можно решить только с помощью практики. Практика это поверхностный подход, только практика это то, что лишит вас понимания, это то, что лишит вас всяких устремлений, только практика это... Это, короче, это профонично, это просто, это глупо, друзья. Стремитесь к большему, чем просто практика. Просто практики нам мало, ведь мы не настолько глупые, ведь мы же не настолько глупые люди, чтобы стремиться просто к практике. Ладно. Всего вам доброго, друзья. Всех вас люблю, желаю вам счастья и желаю самых высоких достижений в ваших духовных практиках. Медитируйте, тренируйтесь, занимайтесь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok